На этих кадрах видно, как поток воды мутного цвета с темными масляными пятнами движется в сторону Черного моря. Так выглядела река Туапсе после того, как в нее вылилось 8,5 кубометров нефти. Сегодня в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 24 декабря недалеко от села Греческое прорвало трубопровод компании Черномор Транснефть. И сырье попало сначала в реку, а потом и акваторию Черного моря. На чистку воды бросили больше 300 человек. О ходе работ губернатору докладывает глава Туапсинского района Владимир Лыбанев. По его словам, сейчас разлив ликвидирован на 90%. Пятна нефти удалось локализовать и практически все убрать с поверхности воды. Закончить очистку мешает шторм. Специалисты Росприроднадзора уже обследовали пляжи, загрязнений не обнаружено. Из-за прорыва нефтепровода прокуратура назначила проверку. Александр Ткачев поручил Владимиру Лыбаневу держать все на личном контроле. От ситуации чрезвычайной разговор переходит к проблеме, которая уже много лет. Газификации Туапсинского района. Сейчас она составляет всего 8%. Трудности в прокладке инфраструктуры возникают из-за сложного рельефа местности. Не хватает и давления газа в трубах. Некоторые котельные до сих пор работают на угле и мазуте, а в дома специально привозят баллоны с сжиженным газом. Вопрос газификации, конечно, это сегодня приоритет для Туапсинского района. С учетом всей истории недогазификации по объективным причинам только Олимпиада дала возможность провести газопровод высокого давления. Сегодня нам нужно уходить уже в поселение. Нам нужно подводить газопровод к улицам непосредственно, а уже дальше в дома. Это работа и краевой власти, и, естественно, муниципалитета. В течение 2015, 2016, 2017 года мы должны процентом на 80 закрыть газоснабжение Туапсинского района. Это означено номер один, и мы считаем ее тоже приоритетной для краевой власти. Мы провели большую подготовительную работу по газификации района в 2011-2013 году. И вот 2015 год, я уверен, станет переломным, с учетом того, что мы подведем к Туапсе высокое давление, и все это наложится на те сети, которые уже готовы. Сейчас пока газа хватает на котельной. Также работы идут очень активно. Новомихайловское поселение, Джубга, Огонь-Небух, также готовы к этой ветке высокого давления. Сейчас в Туапсинском районе идет второй этап газификации, рассчитанный до 2016 года. Алина Шингарева – одна из первых, чей дом подключили голубому топливу. По трубам в квартире теперь бежит природный газ, а не тот, который привозят в баллонах. Теперь хозяйке приходится отвыкать, готовить по расписанию и делать это действительно, когда захочется. И днем, и ночью я могу приготовить любое время, все что угодно. Проблем с этим нет у нас. За два года таких семей должно стать гораздо больше. До 2016 в районе планируют построить сеть из 30 газопроводов разного давления. На это понадобится 500 миллионов рублей. Только в этом году из регионального бюджета на газификацию выделили 130 миллионов. Край готов и дальше помогать в создании новой инфраструктуры. Несмотря на хорошие экономические показатели района, заметил Александр Ткачев. Мы видим по темпам именно бюджетных доходов поступлений практически плюс 30%. Это второе место в крае. Это, естественно, позволит иметь и средства, и деньги для того, чтобы, конечно, лучше решать вопросы социального развития, благоустройства населенных пунктов, вопросов здравоохранения, образования. Конечно, вам нужен запас мощностей энергетических для того, чтобы развивать и экономику, прежде всего, срывать новые производства. Они, в общем-то, совершенно очевидны, что должны быть. В следующем году уровень газификации Туапсинского района, как рассчитывают специалисты, должен достичь 38%. А это почти в пять раз больше, чем сейчас. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24.